Тер любил детей, причем всех детей Академгородка и даже Сибири. И он делал все для того, чтобы они были здоровыми и любознательными. И поэтому в честь юбилея Михаила Алексеевича Лаврентьева на сцене Дома ученых пройдет спортивно-технический парад. Перед парадом мы хотим вспомнить одно важное явление в жизни нашего городка науки. Это клуб под интегралом. Основные девизы этого клуба актуальны сегодня. Люди, интегрируйтесь. Примеры такого интегрирования вы на сцене сегодня увидите еще не раз. Вот, например, в нашем параде спортивно-техническом принимает участие клуб юных техников Академгородка и спортивный клуб МЦ-Квадрат. Открывают парад физкультурники клуба МЦ-Квадрат. Клуб с самым научным названием в мире много лет работает в логате в городке под девизом «А нам не равно». Возглавляют колонны мастера спорта. Призер чемпиона России по бодибилдингу Ольга Багрудова. И чемпион мира по пауэрлифтингу Денис Бришин. На сцене пойти. Снова сильная песня. Снова сильная песня. Снова сильная песня. Призер чемпиона России по бодибилдингу Денис Бришин. На сцене появляются юные техники из судомодельной секции «Юна». Преподаватель Виктор Казанцев. Они несут модели, сделанные своими руками. А следом за судостроителями выходит секция «Авиамоделирование». Здесь секция «Авиамоделирование». Преподаватель Юрий Гарбард. Приветствую. Вы в ряду чемпион России, чемпионы и призеры России Евгений Андреев, Кирилл Блинский и Леонид Лунин. В отличие от уменьшенных моделей самолетов и кораблей, самоходные модели из клуба «РЦ-Квадрат» сделаны в натуральную величину. Самый главный номер нашу, пока вы похожа. Действующая модель самолета. Еще один самолет будет? Это же для нас свой приз. У нас два самолета участвуют в нашем параде. Мягкая посадка. Второй самолет пошел. Медленно оно полетело. Вот что умеют делать юные техники нашего специалистого Тюта. Цель этого самолета — Северный полюс. А он приземлился когда-нибудь? К концу нашего выступления он пришлёт к нам образцы атмосферы Зала Дома Учёных. Сажаем, сажаем самолёт. У нас в программе ещё есть. Кто может допрыгнуть? Ну, пока самолёт летает на площадь сцены Дома Учёных, выезжает тяжёлая юная техника. Мы видим гоночный карт. Гоночный карт пошёл мощностью 2 юных силы. Где карт у нас? Вот она. Если бы администрация Дома Учёных нам разрешила запустить, и скидать в минуты разгорания, то он проехал по сцене за полсекунды. Мимо трибун следует мотоцикл вместимостью 0,5 взрослого человека. А теперь стройные шеренки по одному проходят руководители клубов. Директор ТЮТа 69-го года, старейший юный техник Академгородка. Вадим Юрьевич Шолохов, пожалуйста, на сцену. Мастер спорта СССР и чемпион Европы по водно-моторному спорту. И комсомолка, активистка, спортсменка и просто красавица, директор клуба МС «Квадрат» Алена Смегирёва. И, наконец, кульминация нашего парада. На сцену выкатывается знаменитый Касик Лаврентьева. И вместе с ним выкатываются те, кто восстановил его празднику. Это группа студентов университета под руководством Ирины Лидиной, Елена Тягник, Митрий Иванов, Данила Барский, Иван Бабитов. Рядом с директором музея науки и техники Николаем Покровским шествует воспитанник и тюк, а под руководством Павла Дестеренко, Медыл Задарёв, Медыл Плетнёв, Денис Николаев, Александр Егоров, Алексей Баталов. Отпечатки в пальцах можно найти на каждом подарком сантиметре машины. Скажем спасибо 15-му авторемонтному залогу директор Виктор Романов и СТО на Балтийской директор Андрей Шахуров, а также жителям города Скипану Бабкину, Николаю Шабову, Николаю Кулакову, Михаилу Сенину. Ура, товарищи! И вот теперь праздник на Виндьево, на котором даже я проехала один раз 35 лет назад снова в строю. Спасибо всем участникам парада. Поздравляем с праздником и просим построиться для группового фото на фоне восстановленной машины. И мы приглашаем сюда прессу для фотографирования. Наш праздник освещают самые известные журналисты.